Ребят, привет! Это Шамшурин. Видео на тему того, что на самом деле все ситуации, что бы в жизни не произошло, да, они нейтральные. И лишь вы даете окрас, эмоциональный окрас этим ситуациям. То есть вы характеризуете их, вы их как-то интерпретируете, как хорош или как плохие. Понятно, что тема не мной придумана, не новая, да, но я все больше и больше к этому прихожу. У меня какие-то инсайты в последнее время один за одним, что я вспоминаю какие-то жизненные тяжелые ситуации, которые у меня были, к которым я относился именно так, что они тяжелые и печальные, грустные, обидные. И сейчас еще раз их пересматриваю и понимаю, что они на самом деле были не такие уж и тяжелые, не такие уж и грустные, обидные и так далее. Это только я сам их так раскрасил. Вот в этом весь прикол. И в этом видео речь пойдет о том, как это мешает вам при знакомстве и общении с женщинами, на свиданиях и так далее. То есть смотри, какая суть. Значит, любая ситуация, она нейтральна. И все люди по-разному относятся к этой ситуации. Например, что-то случилось, не знаю, сломался светофор. Кто-то едет и опаздывает на работу, интерпретирует эту ситуацию так, что, блин, сломался светофор, жопа, все печально, все пропало, у меня там какая-то сделка на миллион горит и так далее. Ситуация негативная, он раскрашит и очень негативно. Кто-то просто никуда не торопится, у него сегодня выходной, он едет и думает, ну, сломался светофор. Ну, блядь, сломался и сломался. А кто-то сидит с какой-то красивой девушкой, которую он везет домой, соответственно, провожает ее со свидания, да, то есть ему так не хочется, чтобы она уходила. И светофор сломался, и это дает им возможность лишних 5-10 минут посидеть вместе, ему во всяком случае. Она говорит, блин, вот там, что-то мы так до дома никак не доедем. А он думает, блин, ну и круто, что не доедем, потому что, может быть, в это время он сделает какие-то важные действия и скажет какие-то важные слова или, не знаю, поцелует ее наконец-то или возьмет за руку. То есть это очень разное отношение к одной и той же ситуации. То же самое, например, у человека умер какой-то родственник, умерла бабушка, скажем так. Для кого-то это очень тяжелая эмоциональная ситуация, и он грустит, он плачет, он не может никак пережить это горе и так далее. А кто-то другой, у которого умерла бабушка, какой-то мудак думает, что, блин, не знаю, классно, наконец-то мне достанется наследство, ее квартира и так далее. Причем я знаю людей такого плана, к сожалению или к счастью, не знаю. Вот, и то есть одна и та же ситуация, даже, казалось бы, самая стрёмная, самая какая-то печальная, безысходная, такая как смерть бабушки. И то она может восприниматься людьми по-разному. Вот, и тут вопрос в том, что с женщинами та же самая фигня. То есть ты подходишь к девушке, она говорит тебе, нет, я не знакомлюсь, я не хочу общаться. И 10 человек вокруг, все 10 по-разному ее воспримут, хотя в ситуации с женщинами 8 из 10 подумают одинаково, и в этом ваш собственный дебилизм, ребят. Потому что, блин, она меня послала, она меня отшила, она меня слила. Она просто сказала нет, она просто сказала, я не знакомлюсь, я не хочу общаться, не знаю. Например, эта девушка жестко тебя отшила, она говорит, блин, отстаньте от меня, достали подходить, вы пикаперы и так далее. Отвалите от меня, молодой человек, я не хочу общаться. И кто-то воспримет это так, что, блин, она меня жестко слила, она меня послала нафиг. Как же все печально, какой я стрёмный, как жизнь плоха, какие женщины все злые твари и так далее, и тому подобное, бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное. А кто-то просто подумает, блин, ну да, девушка это неадекватная, я подхожу, улыбаюсь, делаю комплименты, она меня сливает, посылает. Блин, что за херь как бы, вот она дура. Кто-то вообще скажет, блин, да классно, слава богу, что я сразу увидел, какая она, почему она мне нахамила. В ответ, то есть такая девушка мне точно не нужна, круто. Кто-то скажет, о, это вызов, я пойду и познакомлюсь еще с несколькими. Это прокачка. И ваша проблема в том, что вы воспринимаете женские отказы как, ну, практически все одинаково, как какую-то печальную фигню, которую вы раскрашиваете эмоционально, добавляете туда трагизма, драмы и так далее. Как же все плохо, меня отшили, как вот, какой я бедный, несчастный. Все херня, пока вы будете так делать, ничего хорошего не будет. Это вы можете выбирать, только вы, только вы, сука, выбираете, как относиться к ситуации, как вам ее интерпретировать и воспринимать. Еще раз, вы вправе остановиться на секунду и выбрать принимать эту ситуацию по-другому. То есть, блин, она меня послала, да и в жопу ее пойду найду другую, вежливую, классную, красивую. Обязательно мне сегодня повезет, и я познакомлюсь с красивой девушкой. Как-то так. Собственно, это то, что я хотел до вас донести. Вы сами интерпретируете, принимаете, воспринимаете все ситуации, окрашиваете их тем или иным образом, потому что ситуации нейтральные. И с женщинами это то же самое, не исключение. Не надо катастрофизировать ситуации с женщинами, отказы женщин и так далее. Кто еще не вписался в тренинг, но думает его посетить, соответственно, 20 числа у нас стартует второй поток и уже заключительный в этом году тренинг практика, который я решил повторить в Москве. Это будет 4 дня практики вместе со мной. Вместе со мной мы будем делать практические задания и упражнения. Если кому-то до сих пор не хватает яиц для того, чтобы взять и начать, сука, менять свою жизнь, окружить себя красивыми женщинами или найти свою самую лучшую девушку, это отличная возможность для вас. Ссылка для того, чтобы записаться, находится под этим видео. Тренинг практика 20-23 сентября, Москва. И, соответственно, к тому моменту, пока это видео выйдет, места останется, наверное, еще меньше. Поэтому, если ты еще не вписался, вписывайся. Я буду тебя ждать. Мы лично с тобой пройдем весь этот путь. Рука об руку. Давай, это был Шамшурин. Пока.